Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу идеи осеннего декора. И начнем с создания настольного декоративного подсвечника с миниатюрными тыквами, а также природными материалами. В роли основы выступит вот такое промышленное пенопластовое кольцо. Его я обматываю гофрированной бумагой, чтобы меньше были видны просветы сквозь декор, а также чтобы горячий клей не разъедал основу. Первыми в хаотичном порядке распределяю по поверхности основы скорлупки грецких орехов. Также хочу дополнить венок цветами. По трафарету вырезаю три детали цветка из оранжевого фоамирана. Каждую такую заготовку тонирую оранжевой масляной пастелью, а кончики заготовок тонирую зеленой масляной пастелью. Подплавливаем по очереди лепестки на разогретой подошве утюга и придаем им форму путем вдавливания в поролоновую губку. В центре каждой заготовки создаем отверстие, в которое продеваем тычинки и нанизываем оставшиеся лепестки в шахматном порядке. Всего я подготовила три таких цветочка, но хочу сделать еще один вид цветов из более яркого оранжевого фоамирана. Также вырезаю по трафарету три заготовки цветка, тонирую лепестки красной масляной пастелью, а кончики оттеняю коричневой масляной пастелью. Эти лепестки также подплавливаю на разогретой подошве утюга и тоже придаю форму при помощи поролоновой губки. Нанизываем заготовки на тычинки в шахматном порядке. В итоге таких цветочков я также подготовила в количестве трех штук. Распределяем цветы по поверхности венка. А эти шарики я сформировала из кокосового волокна путем скатывания между ладоней. Далее клею фундук. Следующими фиксирую не раскрывшиеся сосновые шишки. Ну а сейчас сделаем миниатюрные тыквы. Для этого формируем шарик из фольги. Берем самозатвердевающую массу, разминаем ее в руках и оборачиваем ею шарик из фольги. Чтобы сгладить неровности, шарик можно покатать между ладоней. Затем берем нож или пинцет и намечаем дольки будущей тыквы. После чего немножко сглаживаем края каждой дольки, а сверху фиксируем кончик тыквы. Оставляем тыкву на сутки в покое для затвердения массы. После просушки красим тыкву в желаемый цвет. Я выбрала ярко-оранжевую акриловую краску. Также тыкву оттеняю грязно-оранжевой краской, а ее хвостик крашу в коричневый цвет. В итоге получается вот такая тыковка. Эти тыквы также распределяем по поверхности изделия. Затем клеим шляпки желудей, можно чашей кверху, можно чешуйчатой стороной кверху. Также я добавляю тыквенные семечки, это семечки из оранжевой тыквы. Еще я дополняю изделие мелкими шишками, а с внутренней и обратной части венка фиксирую кокосовое волокно. Эти ягодки я сделала из бусин и покрасила в оранжевый цвет. Похожие ягодки делала в видео с желтым подсвечником, ссылку оставлю в описании. Дополняю композицию коробочками гастролихниса полевого. Эти бархатные ягодки тоже делала самостоятельно, ссылку на видео с этим мастер-классом оставлю в описании. И добавляю несколько моих любимых покупных ягодок. Ну а чтобы композиция смотрелась более разнопланово, можно добавить ряд некрупных объектов. Коробочки аквилегии, коробочки мака и зерна кофе. Как же мне нравится цветовая гамма этого подсвечника, словно поселил частичку яркой осени у себя дома. Я примерно подсчитала количество элементов, используемых в декоре этой композиции, и вышло около 17 их разновидностей. Разнообразие используемых материалов явно идет на пользу таким композициям. К слову, я приняла решение не поджигать фитиль свечи, этот подсвечник будет просто декоративным. Также стоит сказать, что аналогично можно сделать и декоративный веночек на дверь. Следующий на очереди большой декоративный фонарь. Из пористого бытового картона я вырезала детали фонаря. Размерами деталей поделюсь по ссылке в описании. На этой детали покажу, как вырезала окошко. Ширину бортиков создавала по ширине линейки, а внутреннюю часть вырезала при помощи канцелярского ножа. Далее беру малярную ленту и оклеиваю ею боковые части деталей для колпака и нижнюю платформу. Детали оклеиваю со всех сторон. Это лицевая часть, а это внутренняя сторона. Как видите, боковые стороны все проклеены малярной лентой. Теперь можно склеить основу фонаря. Эти стенки, кстати, изнутри лучше дополнительно укрепить клеем. Затем приклеиваем корпус к платформе. И склеиваем колпак в единое целое. Колпак также изнутри укрепляем клеем. А сверху колпака клеим верхушку. Эту верхушку я решила зашпаклевать, чтобы закрыть пористость картона на швах. Внутреннюю часть фонаря я закрасила черной краской, а после просушки шпаклевки на верхушке колпака затираю поверхность наждачной бумагой. Приклеиваем колпак к основе фонаря. Далее я смешиваю белую интерьерную краску с черной акриловой краской. И получившимся серым цветом крашу колпак и платформу фонаря. Поверх темно-серого цвета наношу светло-серую краску. Затем наношу краску еще более светлого серого цвета, а после выделяю фактуру серебристой акриловой краской. Также понадобится шпагат, и как оказалось понадобится его много. Сначала обматываем шпагатом нижнюю часть фонаря. Затем обматываем стойки фонаря. На первый взгляд кажется, что все это делается быстро, на деле было потрачено около часа времени, а то и больше. На этом этапе у меня закончился шпагат. И в магазине такой шпагат тоже закончился. Пришлось использовать похожий шпагат, но все же другой фактуры. И чтобы ему не было одиноко, всю верхнюю часть фонаря я решила дополнить им, заполнив швы ниже верхушки, а также боковые пространства. Ручку я также сплела косичкой из этого шпагата. Фиксирую ее на верхушке. Кроме того, из переплетного картона я вырезала полоски шириной 5 мм, покрасила их в тон изделия и приклеиваю крест-накрест в окошках. Эту свечу я делала из гипса в одном из прошлых видео, ссылку оставлю в описании. Сверху приклеила нерабочую электронную свечу, пламя которой выделила оранжевой акриловой краской. Приклеиваю свечу внутри фонаря и фиксирую оставшиеся полоски в окошке. Этот фонарь получился самым высоким в моей коллекции, его высота составляет около 38 см. У меня на канале есть отдельное видео с декоративными фонарями, их там представлено 4 вида. В преддверии нового года рекомендую посмотреть эти идеи и вдохновиться созданием своего интерьерного фонаря. Ищите ссылку на видео в описании. А вот и следующая идея. Лошадка тянет телегу с тыквами и домашними птицами. Из пивного картона я вырезала детали для телеги. Размеры деталей ищите по ссылке в описании к этому видео. Склеиваем телегу в единое целое. У меня от таких одноразовых стаканчиков остались подставки, вот они и послужат дисками для колес. Стаканчики давно приобретала в каком-то гипермаркете. Формирую ось телеги из бамбуковых палочек от суши. В роли шин выступит вот такой шнур. Приклеиваю его вокруг импровизированного диска, стараясь по возможности плотнее склеить место соединения. Чтобы телега была повыше, на оси приклеиваю части от винной пробки. Фиксируем все это дело на дне телеги. Корпус телеги крашу в коричневый цвет, а затем создаю эффект потертости темной краской. Этой лошадке я создавала новую гриву и хвост в одном из новогодних видео. Ссылку на то видео оставлю в описании. На ее шее закрепляю полоску из кожзама, это будет хомут. А по краям приклеиваю вот такие петельки, я их нашла у себя среди фурнитуры. Похоже на петельки для продевания шнурков для обуви. Эти импровизированные гужи будут держать оглобли, в моем случае палочки для суши, концы которых я приклеиваю к телеге. В телегу я непременно хотела уложить солому для большей реалистичности задумки. Можно использовать сизаль или сено из зоомагазина. Как я делала такие тыквы, показывала в этом же видео в идее с подсвечником. Если пропустили, вернитесь к началу ролика. Также у меня есть две пенопластовых тыквы из фикс прайс, их я тоже помещаю в телегу. А вот и готовая осенняя композиция. В телегу я решила поместить фигурки домашних птиц, курочку, петушка и гуся. Их я приобретала в магазине игрушек. Солома, кстати, ведет себя прекрасно, не пылит и не разлетается, так что для интерьера подходит идеально. На сегодня это были все идеи осеннего декора. Если вам понравилось видео, поддержите, пожалуйста, его лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его из виду на просторах интернета. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч в следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok